добрый день сегодня я покажу процесс приготовления базовой пшеничной опары в очень многих моих рецептах пшеничного хлеба я говорю что берем готовую опару стопроцентной влажности это самая базовая опара самая простая опары бывают разные разного разных способов выбраживания разного времени выбраживания разной влажности это бывают и плотные пшеничные опары по типу бигги и бывает опары с несколькими подбитиями и бывает опары длительного брожения но сейчас я покажу вам самую базовую простую опару которую вы смело можете добавлять в тесто и у вас все получится для того чтобы сделать пшеничную пару мы берем исходную закваску да и еще раз уточню мы опару делаем на закваске пшеничные спонтанного брожения потому что бывают самые разные опары на разных заквасках на дрожжах с добавлением дрожжей разнообразных и прессованных и может быть инстантных и самых разных мы делаем опару на закваске спонтанного брожения пшеничный у меня есть закваска она у меня хранится в холодильнике видите выглядит она вот так достаточно сейчас умыла она полностью опала она низкая немножко даже отошла водой я достаточно давно не пекла и она примерно неделю у меня без кормления простояла хоть я и говорю кормить несколько раз в неделю но вот сама ее не покормила и она у меня простояла неделю без кормления что мы делаем вот эту жидкость которая отошла сверху если она у вас есть мы сливаем убрали жидкость и у нас осталась такая закваска если есть какие-то потемнения помутнения лучше их убрать но она у меня однородная белая я веду ее на муке высшего сорта и сейчас я буду ее кормить можно кормить прямо в банке если у вас ее маленькое количество мне достаточно большое количество поэтому я сейчас ее отделю в миску что делать с остатками я расскажу мне не нужно очень много закваски кормить и чтобы она у меня вот в таком же примерно объеме продолжала храниться мне на самом деле больше ее не нужно в любой момент времени я могу и раскормить фактически до любого объема который мне нужен даже если соберусь очень много печь я беру 50 граммов этой закваски глаз алмаз очень точно 50 грамм у меня осталась закваска эту оставшуюся закваску я сливаю в отдельную баночку эту банку я помою и дальше буду хранить закваску в ней я сливаю остатки закваски в отдельную баночку и использую потом для выпечки кексов для изготовления блинов рецепты блинов у меня есть кому интересно смотрите пеките очень вкусные получается блины вернемся к нашей закваски у нас 50 граммов это закваска стопроцентной влажности я хочу чтобы она такой же и оставалась поэтому я буду кормить соотношение 111 то есть одна часть закваски одна часть воды и одна часть муки одна часть закваски у нас 50 граммов поэтому добавляем 50 граммов воды если у вас получилось плюс минус один грамм 2 это не страшно не стоит переживать оставьте так как есть мне получилось точно 50 и я беру пшеничную муку высшего торта ту самую муку на которой я веду мою закваску и добавляю 50 граммов этой муки также одну часть муки все убираю весы на весах лучше не смешивать потому что вы испортите весы смешиваем на столе и перемешиваем можете перемешать вилкой можете перемешать ложкой руками не очень рекомендую потому что жидкая консистенция вы потом будете долго очищать отмывать руки очень удобно перемешивать вилкой либо силиконовой лопаточкой силиконовой лопаточку вы еще можете все со стенок собрать единый комок я смешала закваску и теперь я ее оставляю при комнатной температуре очень важный момент есть определенный диапазон температур при которых у нас живут закваски в каждом определенном диапазоне температур когда мы выводим закваску у нас выводятся определенная культура молочнокислых бактерий они живут при разной температуре и одна закваска выведенная при комнатной температуре будет совершенно других свойств чем та закваска которая может быть выведена при температуре выше 40 градусов тепла поэтому если мы вывели закваску при комнатной температуре мы ведем ее все время только при комнатной температуре и и не нужно греть и и не нужно ставить в тепло если она у вас выводилась при 24 градусах значит вы ее ведете в диапазоне от 20 до 26 ее греть не нужно иначе ваши молочнокислые бактерии если вы перегреете закваску перестанут работать они перестанут размножаться потому что для них эти условия неприемлемы и теперь поскольку у меня выводилась закваска при комнатной температуре я ее оставляю при такой же температуре у меня это обычно 22-24 градуса не теплее я ее оставляю на время от 6 до 12 часов я думаю что часов через восемь она будет готова и мы с вами сделаем опару а пока это закваска оставляю накрываю крышкой обязательно не надо переживать что там не будет воздуха что ей нужно дышать ничего этого не нужно вы закрываете либо пленкой либо крышкой и оставляете при той температуре при которой вы выводили свою закваску продолжаем приготовление опары здесь у меня закваска с момента ее постановки после кормления прошло 6 часов посмотрите внимательно на поверхности появилось очень много пузырей часть пузырей начала лопаться и проседать внутрь такими кратерами это главный признак того что наша закваска готова вот смотрите вот вот дырочка в поверхности значит закваска готова и она сейчас на пике если бы у меня была стеклянная посуда мы бы увидели сквозь стенки такую большую разрыхленность сейчас я отодвигаю видите какая она внутри пористая и сейчас из этой закваски из этого стартера мы сделаем с вами опару прежде чем делать опару я отделю часть закваски и поставлю ее на хранение на дальнейшее в холодильник у меня здесь 150 грамм мы брали с вами 50 закваски 50 воды 50 муки и у нас получилось 150 граммов закваски я отделяю на хранение 50 граммов и 100 оставлю для приготовления опары я делила 50 граммов и оставляете 50 грамм я поставлю их в холодильнике они будут храниться дальше как видите я чисто помыл банку обязательно в чистой посуде храним оставшуюся закваску я буду превращать в опару вот эта самая закваска это тот самый стартер который вы видите во многих рецептах это стартер который дает возможность подойти нашей опаре чем опары отличается от закваски она отличается тем что опару вы делаете на той же муке на которой собираетесь печь хлеб например вы собираетесь делать цельнозерновой хлеб тогда вы в эту закваску добавляете цельнозерновую муку и у вас будет цельнозерновая опара если вы будете делать хлеб смешанный например цельнозерновая и мука высшего сорта вы можете сделать опару на высшем сорте а уже в процессе замеса теста добавить цельнозерновую муку то есть в опару идет та мука которую вы будете добавлять уже в тесто но это как правило да и напоминаю что вот эта опара это самая базовая самая простая опара стопроцентной влажности есть множество вариантов всяких разных опар они отличаются друг от друга влажностью составом методом выбраживания временем выбраживания и в общем очень много всяких нюансов в каждом рецепте своя опара но вот эта опара базовая который может применяться в большинство пшеничных хлебов но и не пшеничных принципе тоже итак я беру стартер это закваска у меня ее здесь 100 граммов осталось поскольку 50 я отобрала и я буду делать еще раз стопроцентную влажность то есть я добавлю 100 граммов воды и 100 граммов муки обязательно убираем весы на весах не смешиваем потому что если вы будете оказывать давление на весы при перемешивании при замесе вы испортите весы убираем весы и перемешиваем опять же это можно делать вилкой ложкой как вам угодно очень удобно делать силиконовой лопаточкой снимая со стенок всю ту муку которая прилипает сейчас вы видите какая консистенция получается у теста стопроцентной влажность то есть по сути это уже такой предвестник нашего теста это опара будущего теста все я все смешала и оставляю бродить опару на примерно то же время которое бродила у нас закваска опара должна подойти до своего пика внешние признаки будут те же самые которые были у закваски это разрыхленность это пузыри и это открывшиеся поры на поверхности то есть провалившиеся лопнувшие пузыри вот это пик опары и тогда можно замешивать тесто еще раз напоминаю это не универсальная пара не для всех хлебов в каждом хлебе есть своя рецептура но если вы не хотите заморачиваться хотите упростить себе рецепт или хотите быстрее сделать хлеб или не понимаете не знаете как делается опара бига как делается опара пу лишь вы можете сделать вот такую простую опару и на ней успешно испечь хлеб я рекомендую начинать с такого типа опары потом вы освоите более сложные варианты а сейчас я накрываю крышкой опять же также не бойтесь что она задохнется и не будет хватать воздуха оставляем примерно на 6-8 часов и после этого можно будет уже замешивать тесто опара будет готова смотрите есть еще один нюанс чтобы разложить по времени вам удобно приготовление опар подобных всегда можно изменить пропорции кормления я сейчас кормила в пропорции 111 я взяла 100 граммов муки 100 граммов воды и 100 граммов стартера вы можете взять 50 граммов стартера 100 муки 100 воды то есть покормить в два раза больше и тогда опара будет созревать дольше вы можете увеличить в три раза объем кормления и тогда опара будет созревать еще дольше это удобно тем что вы можете например замешать ее вечером а к утру она у вас будет готова то есть если в три раза увеличите объем муки и воды по отношению к стартеру то она будет созревать примерно 12 часов и как раз вам хватит времени чтобы выспаться либо если вы сделали это утром сходить на работу и вернуться поэтому объемом кормления вы можете регулировать скорость созревания опары подстраивать ее под свой график так как вам удобно а сейчас оставляю под закрытой крышкой при комнатной температуре еще раз напоминаю при той же температуре и жду когда она созреет моя опара пробродила еще пять часов я вижу что начали появляться кратер на поверхности это значит что она готова сейчас я отодвину вы увидите какая она наздреватая красивая она абсолютно готова к работе вот она дышит таким большими лопаются огромные пузыри и теперь на этой вот смотрите сейчас здесь здесь пузыри лопаются теперь на этой опаре можно делать любой хлеб пшеничный можно сделать ржана пшеничный можно сделать пшеничный с полбой можно в принципе сделать все что угодно пирожки пироги все что вы хотите мне конечно жалко это выбросить хоть я и снимала специально чтобы вам показать поэтому сейчас я подумала и решила что я сделаю из этого теста здесь у меня 300 граммов чтобы превратить эту опару в тесто я добавлю муки пониже влажность до примерно 70 процентов и пожалуй сделаю и из этого теста пончики и будет немного но я думаю как раз нам на один раз поесть будет достаточно